Моя любимая картина не из всей экспозиции, но из творчества Сергея Меренкова. Вот это. Лунную сонату Сергея Меренкова экскурсовод выставочного зала Евгения Зотова называет концентратом живописи, музыки и иллюстрации человеческих архетипов. Недаром картины этого художника используют в арт-терапии продвинутые владивостокские психологи. Как и всякое современное искусство, они помогают увидеть себя. Особенная работа этой выставки – заброшенный завод. Это работа Анатолия Ивановича Кротова. Он написал ее в 81-летнем возрасте, два года назад всего. Анатолий Кротов – один из старейших приморских художников, выпускник знаменитой Строгановки. Он продолжатель лучших традиций авангарда. В картинах просматривается «Привет от Кандинского». И, конечно, приморский шагал Рюрик Тушкин, который также препарирует мир и человека, раскладывая его на спектры и слои. Это рыбы. Они могут летать, могут плавать, только не ходят, наверное. Это автопортретные элементы. Выставка «С моря на речку» объединила около 20 приморских и амурских художников. В общей сложности она знакомит более чем со 120 работами. Это живопись, графика, керамика. Все побуждает к действию. Сами художники говорят, порт Владивосток всегда был свободным, породив город шкодных людей, как в работе, которую написал Владимир Погребняк «Море зовет». Ту же линию продолжает Юрий Аксенов и подчеркивает, приморцы при этом очень ждут историю. Например, там есть 100-летнее кафе с необычным названием «Не рыдай». В общем, они здесь в этом нас опережают, потому что мы в этом плане вообще не сдвинулись никуда. Насколько я знаю, ни одной улицы не вернули, название историческое. А Владивосток уже какие-то ключевые улицы он вернул. Тушкин, Казьмина, Подскочин, Зинатулин – а эти и другие фамилии приморцев-благовещенцы еще услышат. Организаторы выставки, которую создали на средства гранта Министерства культуры и национальной политики при Амуре надеются, что она может стать регулярной. Выстроен мост – Благовещенский выставочный зал и музей современного искусства «Артэтаж Владивостока». Ну, что получилось, это уже отлично, я считаю. Надеюсь, это не последняя выставка. Хотелось бы видеть и благовещенцев у нас в «Артэтаже», возможно, мы это сделаем. Так что удачи, еще раз всем привет. Выставка «С моря на речку» завершит работу 7 ноября. Уже 10-го здесь откроется выставка «Перформанс» Благовещенца Александра Гасана, где можно будет не только увидеть картины в необычной технике, но и услышать звучание коллекции редких музыкальных инструментов. Кристина Слепцова, Дмитрий Козлов, программа «Город».